друзья всем привет я записываю влоги просто нон-стопом надеюсь вас не достал но показываю все как есть сейчас у нас будут руки я тут спрятался в комнате девчонки болтают не записывай хватит убирай камеру мы снова заказали в якитории набор лосось дом называется правильно и смотрите какие мы смешные пуфики купили такие маленькие но они смешные и маленькие вот вот по сравнению с рукой удобненько по высоте у журнального стола сидеть замечательно мне нравится это у нас откуда это еще с поездки да ну конечно конечно мамы там спрятал две бутылочки сейчас решила вот это новый день у меня тут работа в самом разгаре сижу тут пишу документы и хотел сказать что я нашел настройку по звуку в gopro по идее сейчас должно быть хорошо дело в том что там стоял автоматический режим определение ветра и он периодически то заглушал то делал громче звук вот сейчас я поставил ветрозащиту в положении он звук будет поглушен он будет ну условно оставаться на одном уровне когда подует сильный ветер то ну не будет таких резких перепадов если это не поможет то я просто сделаю вот эти мохнатые пипки на микрофон и буду ходить как таким с чубатой gopro шкой но опять же это вопрос решаемый посмотрел обзор на медиа мод который продается для gopro шки и там отзывы не очень хорошие там есть тоже проблемы на свои посмотрите в интернете все это расписано сейчас я не буду на этом заострять внимание ну я продолжаю работать сейчас вот так вот лежа в кровати мне чуть по кайфу немножко затекла спина на кухне сидел а катюша уехала на съемку то есть она переносила это все делала на пару дней потому что были дожди сегодня вроде как получше дело обстоит и вот они собрались но дальше посмотрим будет она выкладывать это куда-то не будет backstage хрен его знает она сама немножко переживает ну и по погоде вот сами смотрите то есть облачно какие облака красивые можно даже тайм ворм записать листья желтые уже что-то как-то я сижу за компом не обращаю внимание процентов на 40 уже голые деревья минут на 15 сделаю себе перерыв так радуюсь то что на улице появилось солнышко сейчас вам покажу красота я бы конечно очень хотел чтобы в москве была вот такая зима ну к сожалению это невозможно и 11 градусов да тут резонный вопрос типа андрюх ты уже сменил колеса температура такая но повторюсь то что выходные это в начале следующей недели уже погода будет сильно сильно уползать вниз и по ночам даже заморозки планируется поэтому ничего страшного опять же буду как-то более все сидящим режиме ездить но и перекос чек три бутерброда с икрой сладкий чайочек приятного аппетита наконец-то закончился рабочий день я очень устал ребята но сейчас два крупных релиза готовятся на и с android в одном 26 задач во втором ну там просто крупные эпики эпики это какие-то очень большие задачи разбитые на подзадачи поэтому я выгляжу немножко уставшим и работаю прям овер дофига сам я сейчас собираюсь за катюхой встречу и у метро мы катаемся кофе попьем поболтаем как раз у нее спрошу как у нее первая съемка прошла сегодня а еще мне надо зафиксировать давление колес потому что я поменял на зимнюю резину и совершенно забыл где это делается в менюхе господи вспомнить бы просто когда этим пользуешься типа раз полгода наверное вот состояние автомобиля вот сохранить данные все наконец-то это вспомнил идет сохранение данных давления процесс завершится автоматически окей ну и зря я переживал по поводу температуру потому что сейчас вот вечером плюс 3 градуса всего и на самом деле в такую погоду летний резину уже не работает днем да я согласен 10 11 градусов но опять же днем я сижу дома и работаю поэтому вылез по сути пол девятого да поэтому можно не париться нормальные колеса поменял все мая открылся я погнал ну может быть глюк какой-то был стал наварить и как урод перекрылся выезд ну ничего я внутри остаюсь поэтому если что отъеду ну тут просто нету свободных мест там дальше уже светофор идет с левой стороны тоже нету как бы парковочных мест хотя вот здесь раньше они были а ну он их оставили там буквально три штучки но я туда все равно не влез хватит ломать не машину я тебя попку плетил холодно три градуса видео руки офигели 6 что хотел сказать я первый раз сейчас метро остановилась в этом туннельчике на пару минут на столе если бы мы поезд следующий догоняли либо там чё-то неисправность мы остановились я такая хочу уже выходить дверь не открывать смотрю по сторонам окошки а там туннель первый раз это просто конечная станция поэтому тут иногда такое бывает поздравляю тебя с первой съемкой а вот а поцеловаться которые типы я ноутбуком тебе да но клевые давай друзья но я вчера не вывез конечно сделать еще один видос ежедневки это конечно круто но трудозатратно все у меня наконец-то пятница рабочий день закончился завтра мы снова выберем какое-то направление и по путешествию да конечно подмосковье но лучше так чем сидеть дома а мы приехали в клем сейчас возьму кофе поедим а может другом месте поедим сейчас посмотрим я очень рад у меня очень сложная неделя была с этими релизами и всякими прочими штуками организационными все на пару дней про это можно забыть пока ты йогу выпустилась не смотрели посмотрите у меня на канале она уже загружен мне нравится твоя штучка вот это мы говорим пятницу и нарушение правил снова макдональдс но у нас еще частично премиальный макдональдс мак кафе такая чабата там креветочки я себе взял попробовать смотрите клубничный чизкейк попробую посмотрим надеюсь вкусный ну и кофеек взяли приятного спасибо чё на не поедем здесь поставим появилась важно ребятному уже дома промежутки между вот этим и предыдущим куском мы уже съездили в подмосковье я не буду спойлерить куда же мы сгоняли вы это взять мы увидите в понедельник вторник ну то посмотрим как быстро я смонтирую все это дело а камеру вообще включу хочу поделиться с вами своими любимыми клавиатурами которыми я пользуюсь потому что вы периодически спрашиваете чуть такое смотрите key chrome key chrome это q3 это по-моему key 8 есть не ошибаюсь да и такие 8 здесь не rgb подсветка просто белая вот тут rgb что она у меня сейчас такая розовенькая стоит хотя после цветокора хрен его знает что там получится это вообще изначально q3 база то есть сам покупаешь все такие копы клавиши свечи тут у меня коричневые стоят не буду показывать то что тяжело не достается но тут легко покажу тут красные стоят и с алика я себе взял соответственно коричневые свечи за меню потому что красные не люблю они для игры клёвы а для печати мне не нравится они слишком легкие и очень много много случайных нажатий и кейкапы но это как бы не сильно интересно вот посмотрите обязательно в интернете очень клёвая на то есть тут и bluetooth есть и проводное подключение можно ее к телефону даже подключить на айфоне отлично работает на айпаде вот так сюда поставить и можно прям с ней клёво ну а по поводу подсветки я бы рекомендовал все-таки если кей 8 берете версию про и rgb она чуть потяжелее кстати хочу сказать что вот это очень легко клавиатура на прям весят не знаю грамм 400 вот это ну килограмма два с половиной наверно видите как у меня сейчас руки напряглись вот поэтому я вот сейчас с ней кайфой ну периодически для игр вот эту страну просто потому что эту жалко распаковочку я на не буду делать чем свечи показывать я вам так могу показать трос их полно мне тут и панда и коричневые есть и всякие штучки это не знаю это щетка просто чем чистить пуллер фигулер вот эта фигня вот я вообще прям открыл для себя механический клавиатуру и обычные мембраны для меня это прям все больше ими пользоваться не буду а наверняка вы будете спрашивать я не сказал здесь ход свапа то здесь можно прям на живую вот так вот этот красный вытащить все покажу вот так вот ход немножко неудобно не пролезая ван сейчас вот это сниму он тут поудобней расположен вот вот так этого вытаскиваешь подцепил да вот так она выглядит и сюда ставишь коричневый тут прям дырки все в порядке очень клево звук правда не очень по сравнению с этой часы какой-нибудь включу наверно блокнотец вот и постучу эти она тихенькая это погремушка конечно ну когда я сюда поставлю новые кейкапы потому что здесь внутри на не совсем фиговая не привезти и такие и коричневые свечи она прям по-другому будет слушаться слышится а не слушаться слушается она мне и так без проблем и еще вы очень часто задаете вопрос касаемо того на что я снимаю вот смотрите на данный момент еще раз повторюсь это gopro 11 стандартные настройки 5 и 3к 30 кадров в секунду который потом не даунскейли до 4к у меня стоит линейное отображение вот то есть нет фиша эффекта как правильно назвать угол линейный и вторая камера на которой я снимаю это canon r7 с объективом 10-18 миллиметров здесь стоит переходничок вот такая смешная штукенция достаточно тяжелый мне очень нравится как canon записывает и показывает картинку но что-то мне сейчас прям вперед на gopro поснимать она прям очень клевая никогда мне так gopro не нравились как 11 у меня была 9 4 может быть там 3 я уже даже не помню на 3 плюс забыл вот поэтому вот две любимых камеры на данный момент у меня сейчас объектив почему стоит 10-18 то что опять же обожаю широкий угол других у меня нет у катюхи там закрома у нее видите там съемки идут и типа людей то есть она снимает на а7 с 3 плюс у нее зверь и 10 да тут собственно и делиться нечем тут палки снималки всякие хотел вам показать камеры но они где-то там в рюкзаке лежат вот все другого ничего у меня нет дрон который я когда последний раз запускал не помню у меня первый мавик про который я покупал еще в таиланде мавик